Начинаем. Вопрос первый. Что такое гигиена? Студентов-медиков, желающих проверить свои знания, оказалось больше, чем место аудитории. Поэтому пришлось ограничить количество 30-ю ребятами. На каждый ответ даётся определённое время, диктует известная актриса музыкального театра. Я думаю, что 15 секунд будет вполне достаточно, потому что вопросы несложные. Вопросы достаточно такие бытовые, касающиеся бытовых сторон нашей жизни. Я думаю, что тут не нужно будет много времени на раздумья. Во время диктанта мы всё-таки думаем, мы ищем ответы на вопросы, мы проверяем свои знания. Это не может быть нам ущерб, только в пользу. Главная оценка – не зачёт и даже не отметка. Результат в баллах. Кто ответит на все 39 вопросов правильно, получит 102. Каждый наш первокурсник, вообще кто поступает к нам в университет, уже должен понимать, что вторая профессия любого медицинского работника – это быть здоровым. Поэтому диктант здоровья – это как раз, скажем, один из инструментов готовности к здоровому образу жизни, подготовка себя к тому, чтобы всю жизнь быть здоровым. Для каждого вопроса три варианта ответа. Нужно выбрать верный. Сами ребята отмечают – диктант несложный, но очень полезный. Иногда просто необходимо обновить знания. Здоровье человека, оно очень дорого ценится. Для того, чтобы его поддерживать, надо знать различные методы, те же самые просто гигиенические нормативы. Обработка рук, после общественного транспорта, после посещения – это всё необходимо. Ну, достаточно полезно, потому что это проверка знаний, во-первых, обучающихся, во-вторых, ну, просто интересная активность. По всей стране диктант здоровья проводит Роспотребнадзор. Принять участие и проверить свои знания с 16 по 21 сентября могут не только студенты, но и школьники, сделав это онлайн на портале роспотребнадзора.санзащит.рус. По итогам участникам вручат памятные грамоты. Все прошедшие тестирования в формате онлайн смогут скачать электронный сертификат. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком.